добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики с вами я мороз алексей компания кровь монтаж помните в одном из своих видео я делал обзор своего гаража в котором я хочу обустроить и не мастерскую чтобы в гараже было тепло и уютно круглогодично в том видео я задавал вопросы в аудитории чем лучше утеплить гараж кровля металлическая будет конденсировать зимой если гараж отапливать я долго изучал вопрос этот и пришел к выводу что самый оптимальный вариант это утеплить ппу то есть ппу это пена полиуретан я приглашал к сотрудничеству людей которые занимаются утеплением ппу на наше предложение посотрудничать откликнулся специалист по утеплению ппу михаил кучеренков приветствую михаил приветствую алексей у михаила кучеренкова как оказалось есть собственный канал на youtube профессионально занимается утеплением ппу михаил я прошу рассказать мне в том числе нашим зрителям о технологии утепления ппу самая задача вот убрать вот эти все щели здесь нужно понимать что в первую очередь вы не покупаете свой утеплитель а вы покупаете коэффициент теплопроводности в вашем случае конструктив не позволит теперь минуватой потому что из щели зазоры и сам металлический конструктив да здесь столько можно воспользоваться соответственно ппу у ппу точки рассыпь так называемого мостика хода быть по определению не может потому что он просто прилипает к стене у него нету доли зазоров соответственно точки рассыпь у него быть по определению может если вы здесь сделали пенополистирол чего делать нельзя здесь бы были бы зазоры до тепло бы уходило через стеки там выходила мороз мостик холода и мостик холода все легко и пенополистиролом это делать нельзя в том же случае то что касается конструктировать кровли до принципе везде металлоконструкция то есть проводник мостика холода в любом случае чтобы отсечь его здесь нужно создать монолитный бесшумный слой ну прилегать образно еще раз напомню что коэффициент теплопроводности в среднем 0026 то что позволяет нам для работать и по снипам и соответственно уменьшить слой утеплителя да и создать также плотность ну например вот видите он качается до данный момент когда мы все это сделаем это все укрепить лук и укрепиться даже этого не будет здесь у нас будет и шумоизоляция гидроизоляция потому что материал будем использовать плотности 4550 в изделии на фреоне 141 что немаловажно никакой водной основы не использую в данный момент он здесь просто не подходит потому что у паропроницаемость в принципе у нас сто процент элементарный пример да если мы здесь этот конструктив образно да мы бы утепляли гд сена при строго на самом деле это пенобретанный возьмем как пенополистирол вот как повторить весь этот контур до закрыть аккуратно чтобы не было точки мосика холода этого невозможно сделать да приклеить просто на просто то есть на по как бы наплавить и вы нальете его мы напылиm таким образом что все эти формы будут закрыты здесь будет просто монолитно все повторить все эти формы Круг, квадрат и так далее Соответственно все эти щели, стыки Он все забьет А ведь действительно утеплителем бы повторять Или пеностеролом это нереально Все эти складки Просто этого невозможно сделать Из такого конструктива Михаил, какие виды полиуретана бывают И какой вы у меня будете использовать Есть два вида пенопритана Скажем даже три Это заливной пенопритан Легкий пенопритан на водной основе И фреоновый материал жесткий Мы используем только жесткий пенопритан Так как он в мире используется более 50 лет Легкий пенопритан используется 20 лет И сделали его в штатах Для удешевления процесса Соответственно он на водной основе На данный момент На данный момент В России начали к сожалению применять Это мое личное мнение Не только мое, легкий ППУ И напылять его и на металл На любой конструктив Этого делать ни в коем случае нельзя Так как он просто паропроницаемый на 100% Это жесткий ППУ Мы его применяем Плотность только 45-50 в изделии Вот такой жесткий Соответственно в нем есть Сосный гидроизоляция Это вот такой он будет, да? Когда застынет? Да, такой будет, да Соответственно Его не продавить даже Четко Нет, на самом деле Легкий ППУ Это плотность 50 в изделии Если мы просто сейчас Любой заказчик Любой клиент Ну если так можно позволить выражение Захочет узнать плотность материала Чтобы его не обманули подрядчики Так называемые Которых полно Он может просто вырезать образно Здесь 10 см 10 на 10 И взвесить его на весах И там должно быть Столько так 500 грамм Соответственно в изделии у нас 550 плотности Да, да Чтобы понимали Потому что сейчас 30-ю плотность Выдают за 40-ю И вот на основу А у меня все-таки Какая плотность будет? У вас будет 50 в изделии По стоимости Он конкурентен? Реклама пенопритан не нуждается Пенопритан имеет 2 свойства Отрицательные Это цена Да Потому что он боится ультрафиолета Но при этом все Полимеры боятся ультрафиолета Но пенопритан теряет свойства Это не то, что если мы его оставим на ультрафиолете Он через год умрет Такого быть не может Это доля и доля миллиметра Уменьшается просто Шелушиться начинает Но чем больше плотность Тем лучше По крайней мере Таких объектов сделано полно Они 40 лет стоят в России Типу зоны свойства Никак не поменялись Цена вопроса Она чуть велика Если мы будем сравнивать Правильный пирог минваты 200 И пенополистирола Цена будет Ну может быть чуть-чуть Дороже Но здесь Сама производительность работ Увеличена Мы это все сделаем За 2-3 часа Во-первых Вам не нужно будет Ставить какие-то маяки Там привозить Все вывозить Крепить Там и так далее Подобное Это намного проще Быстрее Скажем так И качественнее Все это прольется У вас не будет Вообще никаких Даже долей зазоров Пенополистирола Секет точку Рассы Мы запинем все это И здесь у вас Сырости конденсата Не будет Просто по определению Михаил Расскажи нашим зрителям Вообще Об установке О принципе работы Как вот происходит Напыление Прежде чем мы покажем Это в действии Подготовительные работы Я думаю Будет всех интересовать Изначально нужно Приобрести Качественный Пенополиуретан Мы используем Я не пиарю Материал Мы используем Плотность Только от 40 Закрытый Чечный материал С коэффициентом Теплопроводности 0,026 Красные бочки Они в принципе Все привозные Эта бочка Должна подходить Под полиольную систему Мы пользуемся Нашим материалом Российским Который 40 лет Уже применения Это полиольная система Она отвечает За горючесть За плотность Материала За текуационные свойства Красная бочка Это отвердитель Она действует С полиольной системой А их еще надо смешивать? Да Граковская E10 установка Мы на ней Используем В таких объектах Как гараж Мансарда Потому что она очень проста Компактная Компактная Да Твердитель И полиольный Они смешиваются Вы смешиваете? Они проходят по шлангам И смешиваются Уже в пистолете Через камеру Поступает давление При 140 баррелей Там 100 баррелей И при воздухе Выпуливаются из камеры Идет уже распыл И вот при соединении Они дают реакцию пены Вот это вот Да Дают реакцию пены Именно на выходе У нас здесь отвердитель И полиольная система Которая отвечает за плотность Сюда наливается Один компонент Отвердитель Сюда полиольная Здесь нагревается материал И поток Отступает в шланги До пистолета А компрессор В данный момент У нас присутствует Просто на подачу воздуха На пистолет Давление На камеру Ну да На распылитель И на очистку камеры Давай приступим Уже к напылению Ну что ж Давайте начнемся Я думаю Чтобы мы это закончим Через 2-3 часа Ассоционат И пулеволка Маловажный фактор Для напыления Нужно напылять Построенный пенополитар Вот здесь видите Да Я Клавно напылял Первый ассоционный слой Это для отдействия Это очень важно Для качественного Утепления Потом у нас идет Второй слой Вот здесь я уже напылил Второй слой Видите Он становится Приложим Уплотняется материал А здесь первый И теперь мы будем Набирать Стои утеплителя 5-6 см Подслойно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все готово! Еще Михаил Здорово! Мне понравилось! Цельная конструкция И самое главное Для меня новость Я думал отделывать стены Но Тоже такая фишка Если стены это оставить Как шуба такая легкая Это прикольно Миша Много ушло вообще материала? Вот у меня 140 квадратов Мы считали по стенам 140 квадратов При плотности 50 Здесь ушло 500 килограмм То есть у меня полтонны Вот оно расположено По весу, да? Хотя материал Самый легкий считается Ну, да Один из легких Зимой в мороз Если минус 20 Я не замерзну здесь? Здесь, если вы даже поставите Обычный калорифер Масленный Будет постоянно тепло Это масло будет включаться Выключаться Вы будете приходить Здесь будет тепло И жарко не будет Соответственно жарко не будет Летом Потому что металл имеет свойство Быстро нагреваться Охлаждаться ППУ еще держит тепло Я очень доволен Самое главное Быстро В течение 3-4 часов Была сделана эта работа Удивительно А зимой я обязательно Сниму обзоры И расскажу Как я себя чувствую В этом помещении Спасибо, Михаил Ссылка на сайт Михаила И на его канал Будет у меня в описании Кому понравилась его работа Переходите Обращайтесь Я рекомендую Я открыл для себя Новую страницу В кровельном деле Утепление ППУ На этом все С вами был Мороз Алексей Компания Кровмонтаж Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok